Для реализации столь масштабного проекта, как завод горячего оцинкования «Конус» Национальной Академии Наук понадобилось меньше двух лет. Период от подписания указа президента Беларуси о некоторых мерах по созданию производства по защите крупногабаритных металлоконструкций методом горячего оцинкования до начала строительства предприятия в Лиде занял около восьми месяцев. До ввода его в эксплуатацию ушло еще чуть больше года. Торжественное открытие государственного предприятия «Конус» состоялось 21 марта 2012 года. Ставка Национальной Академии Наук была сделана на новейшие технологии в производстве и экологичность завода. Первую же партию металлоконструкций на «Конусе» протестировали в начале марта 2012. Тогда же завод приступил к плановому освоению производственных мощностей. Результат не заставил себя долго ждать. Мы строили это предприятие как импортозамещающие, потому что тогда у нас заводов оцинкования не было. Было принято решение в Речице строить завод и здесь по оцинкованию, как импортозамещение. Но оказалось, что оно экспортированное. Поэтому сегодня в Невдрах продукции 50% идет на экспорт. Только за то, что качество отличное мирового уровня и превысходит к качеству многих организаций, лучших предприятий Европы. Год за годом завод горячего оцинкования «Конус» наращивал производство, выходил на новые рынки, зарабатывал и укреплял свою репутацию высоким качеством, индивидуальным подходом к каждому заказчику. Сегодня это предприятие в Лиде применяет самые передовые европейские технологии в области горячего оцинкования металлоконструкций. В среднем за год здесь оцинковывается до 30 тысяч тонн металла. Только одна цифра, как мы сработали за эти 10 лет. Предприятие вложили порядка 30 миллионов долларов. И цель была импортозамещение. А за 10 лет только услугой горячего оцинкования на экспорт мы получили выручки свыше 50 миллионов долларов. Этот год для нас оказался тоже успешным. Несмотря на все проблемы, которые существуют сегодня в мире, мы достаточно хорошо работаем. Все основные показатели бизнес-плана выполняются на достаточно высоком уровне. Высокий социальный пакет у наших сотрудников, высокая заработная плата, высокая доля экспорта. И объемный показатель за первое полугодие мы выполним в пределах 130%. Успех зависит от коллектива, уверен директор государственного предприятия «Конус» Андрей Жамойда. Сегодня в его команде порядка 200 человек. Десятилетний юбилей завода – праздник для каждого из них. Праздник это и для тех, кто был инициатором его строительства в Лиде и стоял у истоков конуса. И для партнеров, и для заказчиков. Сегодня достойно мы встречаем наших гостей, которые приехали из ближнего, дальнего зарубежья. Это Германия, Италия, это Российская Федерация. Дальняя – это Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, Дверь, Калуга. Мы сегодня встречаем, мы с гордостью встречаем, наш коллектив встречает, потому что это наши заказчики, это наши поставщики, с которыми мы на протяжении 10 лет работаем. Ну а также наши лицкие предприятия, с которыми со всеми без исключения мы работаем, достаточно хорошо работаем. Наша исполнительная власть, лицкий районный исполнительный комитет, Академия наук, научно-практический центр по механизации сельского хозяйства, Академия наук, областной исполнительный комитет – все сегодня с нами. На юбилей завода горячего цинкования «Конус» был приглашен министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык. Историю становления этого предприятия он знает не понаслышке. Ведь в 2010 году, когда в Лицком районе начиналось его строительство, Андрей Павлович возглавлял регион. Говорит, ни на секунду не сомневался в успехе будущего завода горячего цинкования. Я сегодня искренне рад быть на этом предприятии. Подвернулся такой случай. Я благодарен за приглашение. Мне всегда приятно приезжать в Лиду. Я никогда не перестану это повторять. Но и тем более убеждаться, что ростки, которые были, так сказать, посеяны семена когда-то давно, они дают хорошие плоды. И сегодня непростые времена, санкционные времена жесткой конкуренции на рынке, как внутреннем, так и внешнем. Видеть, что предприятие стоит уверенно на ногах, в целом экономика благополучная. И есть перспективы развития. Что больше может быть радостного для меня, чиновника, уже с таким стажем и уровнем. Я рад действительно сегодня быть на этом предприятии. И благодарен тем людям, которые сегодня работают, выдерживают эти все натиски. И строят бизнес как положено, профессионально и уверенно. В день празднования юбилея гости, конечно же, посетили цеха конуса. Масштабы его производства, объемы работ, качество предоставляемых услуг – все это впечатлило. Торжественным моментом встречи стало открытие памятного знака Национальной Академии Наук на территории завода горячего цинкования. Символ науки, связи с производством и развитие нашей страны, экономики нашей страны. Академия показывает, что она может не только науку выполнять, но и создавать инновационные предприятия, которые очень хорошо окупаются. Торжественное мероприятие по случаю десятилетия государственного предприятия «Конус» состоялось во Дворце культуры. В этот день было много поздравлений в адрес руководства и коллектива завода. Позвольте мне, в первую очередь, поздравить вас и пожелать, ну, наверное, самого простого и самого сложного – это простого человеческого счастья. Оно, наверное, включает в себя и здоровье, и успех, и радость, и любовь, и присутствие в твоей жизни родных и близких людей. Будьте счастливы, будьте успешны, не останавливайтесь на достигнутом. Всегда идите вперед к своими поступками, доказывайте, что нет, мы не достигаемых вершин. Пускай вам на этом пути всегда сопутствуют удачи. Пускай ваше предприятие развивается дальше, у вас будут самые надежные и верные партнеры, а вы будете гордиться тем, что вы работаете именно на этом предприятии. С праздником, с юбиляром! Лучшим работникам государственного предприятия «Конус» вручали награды различного достоинства. Праздничное настроение коллективу-юбиляру и его гостям создавали столичные артисты. Десять лет цифра как бы незначительная, но заводам горячего цинкования в Лиде уже сделано много. Дальше больше, уверено руководство государственного предприятия «Конус». Ведь для роста и развития есть все – передовые технологии, образцовое качество работы и профессиональный слаженный коллектив. А это значит, завод горячего цинкования «Конус» еще не раз заявит о себе.